Вы знаете, я так думаю, что в России не особо развита оппозиция. Мне кажется, что, во-первых, нет ярких личностей, которые могли бы что-то делать. Во-вторых, видно, нет той самой политической ситуации, которая могла бы способствовать развитию такой мощной оппозиции. Что, опять же, говорит о том, что мы живем, в принципе, неплохо. Та оппозиция, которая есть, я ее не вижу, не слышу. Иногда что-то они там пытаются на Болотной площади и на все то, что для России сегодня неудобно в мире, оппозиция реагирует очень странным образом, подсыпая еще соль на раны. Если оппозиция заключается в этом, все, что говорит правительство белое, а надо на это крикнуть, нет, это серое, все, что мы говорим хорошо, на это надо крикнуть плохо, но я не считаю, что это оппозиция. Оппозиция должна правильно и планомерно предлагать свои планы действий. В свое время мне очень нравилось, как это делал Жириновский, как это делала КПРФ. Вот это оппозиционеры, а это все-таки оппозиционеры той партии власти, которая сегодня есть. Они очень четко и правильно выражают свою позицию. Все остальные крики на Болотной, мне кажется, что это не оппозиция, а так горлопанство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!